так друзья я долго думал рассказывать или не рассказывать эту историю но все же решился и думаю что эта информация будет полезна для будущих абитуриентов как бы и для их родителей которые интересуются где их дети будут жить и возможно кому-то будет интересно просто вспомнить как они жили в общежитии в КПИ и так сегодняшняя тема касается общежитий в которых я жил в КПИ начнем пожалуй мы из самого знаменитого общежития номер 20 это общежитие механического факультета и еще несколько общежитий ой еще несколько факультетов здесь проживают я точно не помню какие как все начиналось заселились мы к концу августа 2011 года в комнату на девятом этаже сначала расскажу как все это происходит мы поступили где-то в июле все было известно что мы уже поступили также в июле выслали нескольким моим друзьям которые также со мной учились приглашение на то чтобы они приехали там какая-то работа в общежитиях по уборке то есть что-то наподобие отработки или или чего-то похожего поехали если не ошибаюсь двое моих друзей и соответственно они заранее заняли для нас пять мест в одном блоке и здесь я подхожу к тому как в общем выглядит общежитие в общежитии блочная система есть когда заходишь на этаж есть два коридора налево и направо далее комнаты делятся на блоки в каждом крыле есть 20 блоков или нет в каждом крыле 9 блоков и одна отдельная комната то есть получается в общем на этаж 18 блоков и две отдельные комнаты что в блоке блоки есть две комнаты свой туалет и свой душ душ или ванна нас заселили в очень ужасную комнату при этом даже не в комнату в очень ужасный блок при этом нам сказали что не беспокойтесь мы вас скоро переселим когда освободятся места прожили мы примерно полгода состояние как все это выглядит вы можете увидеть на видео потому что сохранились старые-старые кадры снимал их еще даже не я мой друг но я решил вставить их в это видео прожили мы действительно там примерно полгода один семестр и уже к концу зимы нас переселили в другую комнату это была комната на четвертом этаже блок там был отремонтирован то есть вот этот маленький коридорчик он был отремонтирован совершенно новая ванная но она маленькая была и совершенно новый туалет все чисто красиво соседи у нас были девочки так что нам было вообще тихо спокойно замечательно комнатку также вы можете посмотреть комнат такая же размеры и и такие же но просто на другом этаже потом в этом общежитии я сменил еще несколько комнат на пятом этаже на шестом все они примерно были одинаковые и на этом всем я распрощался с житьем номер 20 потому что закончил бакалаврат и магистратуру можно сказать далее мы переходим к двум другим общежитиям это общежитие номер 17 аспиранской и общежитие номер 22 вроде бы или 21 я сейчас просто не вспомню это семейное общежитие по этим общежитиям у меня есть отдельные ролики поэтому просто их посмотрите если кому-то информация была полезной поделитесь ссылкой не знаю просто поставьте лайк ведь я немного старался для вас прошу также строго не не судить про видео про то какое состояние комнат и так далее потому что все это студенческие годы некоторые видеоролики снимались очень давно фотографии были сделаны очень давно такое сейчас реальное положение могу сказать только про общежитие 17 потому что это было примерно год назад я там жил и про семейное общежитие реально то что ну жить можно если вы заезжаете надолго то конечно же вам нужно делать ремонт в комнате тогда вы будете жить с комфортом я ремонт лично я ни в одной комнате ремонт не делал просто не видел в этом смысла не в семейке не вас пиратском общежития в это не делал смысла потому что я знал что здесь буду жить примерно полгода год максимум два года поэтому этому такая моя история еще раз спасибо вот это получается основная одна комната сейчас я рюкзак сниму это получается одна комната основная здесь она на на двух человек но вообще она рассчитана типа на трех вдвоем соседом здесь у нас две кровати такие обычные два стола ну и не два шкафа шкафы конечно шкафы шкафы конечно такие советские там бардак потому что я переезжаю такой вот там игрушка моей колоночки сейчас здесь у нас еще есть балкон это наш огромный балкон ну как всегда на балконе какой-то бардак творится вот и и еще у нас рядом еще у нас рядом конечно же кухня здесь у нас кухня холодильник наш холодильник общежития не предоставляет холодильник наш микроволновка наша чайник тоже наш что здесь было это конечно столики там умывальник шухляты все отличные и у нас здесь газовая плита обычном общежитии где я жил в двадцатке там тоже были газовые плиты странно ну так маленький коридорчик здесь у нас опять же шкаф он конечно занимает много места здесь куча всего барахла кладовка ну и конечно же ванну сильно не пугайтесь из дома никто вот так вот так вот это аспиранское общежитие комната на двух человек так так в принципе живем зимой не сильно тепло так я бы даже сказал прохладно где-то там 20 21 холодновато батарея одна пытались окна заклеить это не помогает задуть не помогает то есть здесь просто одна батарея причем она не очень горячая именно горячей воды в душе зимой ну там утром разве что или поздно вечером когда все по стойку вот эту воду прогонят она есть так в день нет там сам пошел там на 15 минут в душ то прохладно очень труба то чтобы полотенцесушитель она еле теплая такое принципе как за 1200 гривен в месяц здесь жить можно но из общей картины когда мы получаем стипендию в 3 700 почти половину заплатить за общежитие это конечно дорого то есть здесь без дополнительной подработки прожить в киеве тебе не удастся еще нужно писать диссертацию делать исследования покупать материалы вспомнил одну еще немаловажную вещь постели в общежитии дают там просто не пододеяльник подушку матрас матрас дают обыкновенный покажу вот у меня у соседа вот такой вот матрас он обыкновенный снизу просто дсп то есть если у вас проблемы со спиной извиняюсь так по правилу если у вас проблемы со спиной то спать очень твердо я же себя давно купил еще с прошлого прожить у меня такой матрас он мягкий классный причем когда ты его купил очень дешево и надо его нигде не деть он еще пригодится мне еще жизнь вот так вот подушки есть все есть сейчас я все это соберу соберу складу свои вещи и пойду на выселение так принципе выглядит коридор общежития он длинный большой зайти можно с двух сторон есть два лифта вот таких два входа здесь лифты два лифта на общежитии и в этом году начали менять уже окна на пластиковые но окна на пластиковые начали менять только на лестничные клетки сейчас хочу показать как выглядела наша комната общежития потому что сегодня мы уже съезжаем наверно и так когда мы входим у нас здесь маленький коридорчик получается здесь своеобразный такой шкаф маленький здесь шкаф сверху тоже маленький шкаф никогда не помню в лесе и мы попадаем на кухню на кухне у нас электроплита такой умывальник не знаю ну и все в принципе два стола здесь у нас стоял холодильник и там у нас еще конечно есть балкон так то что касается кухни теперь перейдем к эту туалет с ванной получается совмещены полноценная ванна большая зимой тепло когда есть теплая вода ну и основная комната она не маленькая здесь у нас две кровати шкаф один письменный стол у нас был две полочки и все большой минус этой комнаты то что здесь постоянно темно не солнечная сторона и балкон от себя балкон да зато летом прохладно солнышко с пяти часов с пяти вечера 5 утра что касается минуса так то что холодно как мы не не пытались утеплить комнату было прокладно зимой где-то в районе 20 до при том что работал конвектор ну в принципе все стоимость проживания нас было 1550 гривен это за это можно сказать маленькую квартиру ой ну все в принципе эмоции положительные соседи кстати соседи слышали как кто-то ходит шумит включает воду все слышно если есть таких вот нюансов ну расскажи нам про затапливание да кто такой затапливали это в общежитии да пару раз но мы справились быстро сантехник нормально мы реагируем быстро тоже ну а сегодня мы уже уезжаем и спасибо этому дому пойдем к другому все все пока пока